привет дорогой зритель и подписчиков моего канала сегодня я бы хотел рассказать об опыте эксплуатации tv основщиков jbl2 230 nc tvs который я получил буквально на этой неделе и с которыми я хожу день дня 4 но я их эксплуатирую по полной потому что постоянно у меня наушники находится в ушах и постоянно я смотрю видосики общаюсь через эти наушки и у меня сложилось определенное мнение которое я хочу вам рассказать в данных точках итак поехали распаковочки на этой наушники у меня не было как такой был просто влог тот влог когда я получил данные наушники и открыл их вот но подробного такого чего-нибудь не было у меня поэтому давайте я вам расскажу подробно что они себя представляют эти наушники jbl2 230 nc tvs они идут с активным шумоподавлением так что здесь время работы с в общем 40 часов получается 10 часов сами наушники работают и плюс 30 часов зарад зарада от кейса так давайте что здесь еще есть тут чистый бас такой который есть у только у jbl у продукции jbl активное шумоподавление как я сказал они защищены защищены от влаги от воды ipx 4 у них защита они имеют четыре встроенных микрофона давайте откроем коробочку и посмотрим что здесь помимо самих наушников и кейса так открывайся открывайся помимо самих наушников и кейса который мы вернемся чуть позже здесь у нас в комплекте идет провод заряда в цвете джебель овском оранжевый и две пары амбишур это амбишуры за исключением тех которые уже установлены на наушниках далее у нас идет документация гарантийный талон сайте документацию я сама не открывал интересно что здесь есть вот что здесь есть здесь есть вот такая вот продукция регистрация что-то типа того что-то на китайском или на корейском или на японском у них у всех иероглифы потом гайд по быстрому включению тут все написано о наушниках как их правильно вставлять в уши как их носить чтобы было получать полное удовольствие от использования данных наушников также по опыту эксплуатации про приложение которое есть на телефоне кстати да что самое хорошее что мне понравилось это то что данные наушники имеют свое приложение джебель овская для телефона как для android так и для ios я надеюсь хотя я не уверен что для ios у них также есть приложение об этом я не видел никакой информации так и все больше здесь ничего такого особенно особенного нету кстати здесь вот рассказывается какая индикация есть на самих научниках и плюс на кейсе кстати научники имеют свойство touch то есть там нету физической кнопки как примеру моих предыдущих наушниках джебель тун 225 с там была физическая кнопка в джебель тун 230 инсити вес уже идет непосредственно управление по тачу без физической кнопки и это хорошо также здесь есть гайд по управлению google ассистентом и гайд по управлению amazon алекса и да все таки этими ноушниками можно пользоваться на айфоне через ios система но google ассистент соответственно будет работать только на андроиде а вот уже amazon алекса может работать как и на андроиде так и на ios вот что есть хорошо так перейдем дальше сада сейчас у меня наушники выглядят вот так вот если вы видите я их обклеил пока чтобы они не превратились из белого в серый оттенок не приняли точнее место белого серый оттенок поэтому я их пока что обклеил такой клейкой лентой пока не получу чехол для них кстати чехол я уже заказал и он должен ко мне прийти на следующей неделе надеюсь пока он у меня вот так вот по крайней мере выглядит некрасиво но зато я знаю что у меня чехол будет постоянно белый потому что в предыдущих наушниках jbl tune 225 я не обклеил изначально и пока ждал чехол они у меня из белого цвета превратились в серый цвет и что они есть хорошо так что давайте теперь откроем и посмотрим на сами наушники кстати что хорошо обратите внимание здесь есть уже непосредственно на самом кейсе индикация заряда а вот кстати на jbl tune 225 индикация зарада была только когда поднимаешь крышку кейса и вот здесь вот посередине была индикация заряда вот это не всегда было удобно но и не критично так открыли кстати обратите внимание на самих наушниках также есть индикация заряда и плюс индикация показывает когда ты разговариваешь или когда ты просто слушаешь музыку или контент на через наушники вот так они выглядят в кейсе здесь как я уже говорил есть в каждом наушнике 4 микрофона вот так вот выглядит сам наушник вот если в jbl tune 225 не было амбишюр то здесь уже есть амбишюры смена я не знаю мне что в тех было удобно что в этих было удобно но за счет того что здесь есть вот такие вот амбишюры за счет этого в данных наушниках есть активное шумоподавление и это немного удобней и так как я говорил здесь нету физической кнопки в отличие от jbl tune 225 здесь управление все осуществляется путем нажатия вот на вот эту вот верхнюю часть еще раз покажу как это все выглядит внутри вот оно все выглядит вот так вот что почему не было индикации на дом из ножков вот теперь видно что есть везде индикация просто видимо я не сильно хорошо их поставил вот видите поменял свой цвет то есть значит что готова к работе ну вот так что по наушникам наушники также сидят хорошо и комфортно в ушах их не чувствуешь практически как бы сказал что их даже вообще не чувствуешь потому что они сидят и сидят и за счет того что в них есть амбишюры их можно поглубже вставить и вообще не чувствую никакого дискомфорта и не думать о том что не могут выпасть если же ты активно вертишь своей головой вот хотя и в джебель tune 225 тоже не сильно чувствовалось то что они могут у тебя выпасть из ушей когда ты активно крутишь головой или что то еще но когда есть амбишюры все-таки приятнее и надежнее и комфортнее чувствуются в ушах вот как они выглядят в ушах и что еще хотел сказать по поводу данных наушников это то что они заражаются по поводу через тайп-си вот есть вот такси и так они заражаются уже современной технологии быстрая зарядка и все такое так по поводу приложения я расскажу вот это приложение джебель открываем его сразу определяет твои научники примеру вот мои научки откроем их и здесь идет поиск наушников не удался это потому что кейс закрытый и наушники не вставлены мои уши а нет всего лишь надо было открыть кейс и вот поиск наушников удался так что у нас здесь есть здесь можно включить шумоподавление интересно чем не он выключен надо включить а он включается только когда наушники вставлены лучше и непосредственно приложение определяет то что они работают управление окружающим звуком также есть это можно включить чтобы ты комфортно слышал и звук который исходит из наушников и окружающих тебя людей также можно включить умное аудио и видео здесь есть нормальный режим аудио режим или режим видео чтобы комфортно было что комфортно слушать либо же музыку либо же фильмы либо же обычный режим также есть эквалайзер так вот его можно здесь настраивать как тебе удобно джаз вокал бас клаб студию и также можно самостоятельно настроить что тебе больше удобнее вот здесь если нажимаем на вот этот шестереночку на эту шестеренку открываться менюшка с жестами можно настраивать жесты какие тебе надо авто выключения развлечения голоса здесь есть средний сейчас скажу точно выключить можно можно сделать низкий можно среди можно высокий что такое развлечение голоса это управление тем как при ношении гарнитуры в наушники поступают окружающие звуки в том числе ваш собственный голос это говорит о том что при ношении данных наушников ты будешь слышать себя не так как бочки как обычно ты слышишь свой голос я знаю что есть такие люди которым не нравится носить вакуумные наушники только из-за того что при том когда у тебя научники абсолютно лучше и ты разговариваешь ты слышишь свой голос как бочки и это людям не нравится здесь можно это выключить также можно выбрать режим ожидания выбрать голосовый помощник у меня он отключен потому что я голосовыми помощниками не пользуюсь можно также найти наушники если ты где-то положил свои наушники и забыл где-то их положил ты можешь с помощью приложения найти их также есть справка и описание описание это прошивка наушников серийный номер и может сбросить до заводских настроек кстати я когда только подключил эти наушники к своему телефону сразу же прилетело обновление что не может не радовать вот и все больше в приложении ничего нету да и ничего не надо больше в наушниках вот по поводу того как они ощущаются я знаю многим это важно что многим даже мне это важно наушнику рука я сейчас и довольно таки удобно они сделаны также как и предыдущие наушники джебель твс точнее джебель тун 225 твс из матового белого пластика что ощущается довольно таки премиально и удобно и просто приятно внутри если сейчас фокусируется камера света сделала вот фокусировалась видите сеточка здесь она идет металлическая что говорит о том что наушники прослушать долго и хорошо микрофоны раз раз два три и вот четвертый микрофон что же по поводу потребления контента через наушник что могу сказать компания джебель славится чистотой звука и глубиной своего баса и качеством баса поэтому я хочу сказать что поглощать контент музыкальный контент или или электро электронной книжки или же просто просматривая видео ты получаешь колоссальное удовольствие потому что звук которые воспроизводят данные наушники он чистый бас глубокий все находится на своих местах я не аудиофилл не могу рассказать о тональностях о чем-то там еще но как простой человек и пользователь я могу сказать что звук данных наушниках просто супер так что если вы думали о том какие бы наушники приобрести чтобы потреблять контент я могу со спокойной душой советовать наушники джебель я могу вам советовать любые наушники от джебель потому что это действительно хороший продукт с точнее который справляется очень хорошо со своей поставленной функцией это воспроизведение звуков поэтому берите без разумия спасибо за просмотр этого ролика ставь лайк под этим видео пиши комментарий если же ты еще не подписан на мой канал подписывайся нажимай колокольчик также пиши комментарии и наслаждайся просмотром моих видео пока пока пока